Всем привет! Меня зовут Александр Надмитов. Я рад приветствовать вас на канале Надмитов Live. Сегодня у нас в гостях Анна Серебрянькова, президент Ассоциации Больших Данных. Ранее Анна была руководителем правого департамента EGR-функции в компании Megafon. Затем она была операционным директором Megafon. Затем она перешла в сайты директоров, была членом сайта директоров Megafon и отвечала за информационное обеспечение в группе УСМ. Сейчас Анна является президентом Ассоциации Больших Данных. Анна, чем сейчас занимаетесь? Да, ну кроме ассоциации, которую я очень люблю и считаю прекрасно развивающейся ассоциацией, расскажу про нее чуть позже. Я также занимаюсь проектами импортозамещения, сотрудничаю с группой компании Ядро, не путать с партией. Пишется через Я и занимается производством компьютерной техники и серверов. Также я развиваю проект N-Logic, это искусственный интеллект в праве, так скажем, и не только в праве, а вообще в бэк-офисных функциях. Очень интересное направление, тоже с удовольствием расскажу вам сегодня. В основном это технологические проекты, работа со стартапами, развитие компании технологического сектора. Вот это меня увлекает. В каких областях находят применение Big Data? Ну, большие данные сейчас. Ну, большие данные сейчас находят применение во всех областях. Наверное, трудно назвать область, где применение Big Data не находят применения. Есть просто более развитые и менее развитые области. И если посмотреть, например, на состав участников нашей ассоциации, то вы увидите, что самыми развитыми направлениями является банковский сектор, финтех, все, что связано с банковскими экосистемами, телеком-операторы, их экосистемы и все, что связано с телекомом. Ну, а также наши лидеры, в общем, это компании Яндекс.Имейл, это компании платформенной занятости, это компании, которые развивают интернет в нашей стране, социальные сети и так далее. И это те направления и те отрасли экономики, с которых началось и где наиболее развито в нашей стране является применение больших данных. Но это далеко не все. Сейчас очень активно применяются большие данные в ритейле. Серьезно на это смотрят, на возможности, которые дают аналитика больших данных, смотрят и реальный сектор. Это и энергетика, и нефть и газ. В общем, сейчас назрело, мне кажется, и уже есть интересные применения и хорошие результаты от применения технологий больших данных. Ну, а так, если говорить широко, то все, что взаимодействует так или иначе с клиентом, с одной стороны, там нужны данные для прогнозирования, для улучшения, повышения эффективности работы. И все, что связано с высокотехнологичными отраслями, также требует применения больших данных, но другого типа. Если мы говорим в ритейле, вообще в B2C бизнесе больше про обезличенные данные, данные, связанные с поведением людей, то в технологической сфере мы больше говорим о поведении механизмов, это цифровые двойники, о поведении природы, это, например, геологоразведка, добыча полезных ископаемых и так далее. Вот, наверное, трудно не найти отрасли, где не нужны большие данные. Говорят, что большие данные сейчас как новая нефть. Вы, как президент Ассоциации, наверное, занимаетесь много регулированием. Что нового в этой области в последнее время? Да, конечно, мы занимаемся регулированием в силу иногда необходимости нашей развиваться, с другой стороны, в силу того, что государство переживает за безопасность данных граждан. И вот где-то посередине находится пространство для диалога с государством. И яркий пример этого, наверное, это диалог об обезличенных данных. Он интересен как экономически, так и даже юридически. Экономически, потому что качество прогнозных моделей существенно улучшается, когда можно брать и объединять обезличенные данные из различных источников. Это то, чем мы занимаемся в рамках экспериментов. Это дает намного более высокую точность прогнозирования и дает намного более качественный экономический эффект. Но, с другой стороны, обезличенные данные воспринимаются текущей регуляторикой либо как персональные данные, либо как статистика. Середины пока нет. И мы пытаемся ее нащупать вместе с регуляторами и с научным сообществом. Например, мы сотрудничаем с Академией криптографии, которая занимается построением математических моделей. И наш подход заключается в том, что рискоориентированный подход должен быть внедрен для защиты персональных данных и для работы с обезличенными данными. То есть, если уровень риска деобезличивания ниже определенного порога, то есть вероятность деобезличивания низкая, то, соответственно, эти обезличенные данные становятся в юридическом смысле информацией и могут быть использованы так, как мы привыкли с вами работать с информацией. Вот, наверное, это такая сейчас основная проблематика. Также сейчас, например, в энергетике готовится закон о данных, который призван стимулировать компании обмениваться данными друг с другом для того, чтобы улучшать уже качественные основные технологические процессы, потому что так много вокруг данных страхов и неопределенностей, что компании, например, энергетического сектора без такого закона не готовы обмениваться данными. Поэтому вот такие проблемы мы сейчас решаем. Интересно, вот в западном регулировании особый акцент делается на инклюзивности, такого доступа к такой информации. Как у нас это будет устроено? Будет ли даваться информация небольшим участникам рынка? Да, это тоже, спасибо, хороший вопрос. Это тоже сейчас активно обсуждаемая тема. Во-первых, государство заявило о том, что оно готово предоставлять свои государственные обезличенные данные для компаний, которые разрабатывают технологии искусственного интеллекта. А это и машин-лёнинг технологии, и компьютер-вижн технологии, и, в общем, масса других. Единственное, пока идет дискуссия о том, как это может быть реализовано, потому что государство — это сложные инструментарии, тяжелые доступы. Государство и стартапы, наверное, без какого-то платформы посреднического типа будут не очень хорошо между собой работать, потому что они по природе свои разные. И мы предлагаем как раз здесь концепцию дата-посредников, где в основном некоммерческие организации могут такие датасеты обрабатывать, готовить, делать доступными для стартапов и компаний, которые хотят развивать технологии искусственного интеллекта, с одной стороны, с другой стороны, и предоставлять коммерческие датасеты в эту же среду, для того, чтобы модели обогащались и улучшались. Надеемся, что здесь получится выстроить такой итеративный процесс и взаимодействие, потому что нужно, с одной стороны, улучшать датасеты. Знаете, как государство, с одной стороны, говорит, нужно сделать доступными обезличенные датасеты для широкого круга. Что делает государство? В первую очередь, чиновники думают о том, как снизить риски. Поэтому, а что такое обезличивание, они не очень хорошо понимают, потому что это действительно сложные технологии и сложные инструменты нужно применять для того, чтобы качественно обезличить данные. Они обрезают максимальное количество данных, оставляют их внутри в закрытом контуре и выдают в паблик только информацию, которая похожа на статистику. И это для искусственного интеллекта, как мы с вами знаем, совершенно бесполезные данные. Потому что искусственный интеллект у нас учится на реальных датасетах. Как только мы искажаем качество датасета, мы искажаем прогностическую модель. А если мы искажаем прогностическую модель, то результаты, которые мы получим от работы этих алгоритмов, будут неверны. Соответственно, это бессмысленное упражнение. Но в такие детали сложно погружаться, если ты не являешься профессионалом на этом рынке. Поэтому мы вот такой профессиональный диалог ведем и с Министерством цифрового развития, и с Министерством экономики. И надеемся, что мы друг друга услышим и сможем сделать действительно такие датасеты реально доступными для искусственного интеллекта. Получается, что государство является крупным источником больших данных? Крупнейшим. Безусловно. Конечно. Особенно связанных с гражданами. Но у этих датасетов есть ограничения. Они не являются динамическими, как правило, поэтому они для ряда кейсов не подходят. Их сложно переводить в реал-тайм. Анна, большое спасибо за ответ. Я хотел узнать ваше мнение касательно новых законодательных инициатив в области антимонопольного регулирования цифровой экономики на Западе, в частности в Европе, где приняли недавно DMA, так называемый, и США сейчас новый законопроект антимонопольного регулирования цифровых гигантов. Как вы относитесь к этим инициативам? Ну, вы знаете, европейское регулирование и регулирование США кардинальным образом отличаются. Отличаются они по экономическим причинам. Потому что все компании, цифровые гиганты, которые работают на рынке Европы, это компании США. И, соответственно, Европа находится в такой защитной позиции, так как, по сути, они утратили контроль за этими цифровыми каналами. И сейчас они такой контроль пытаются восстановить. Мы можем их понять. Но, с другой стороны, это довольно жесткое по отношению к тем же американским компаниям регулирования, именно в силу того, что такого формального контроля или классического контроля в Европе не возникает. Что касается США, то там другая проблематика. Там общество больше готово, наверное, к принятию технологий. Они не так резко, отрицательно относятся к каким-то инициативам, связанным с применением технологий для, например, искусственный интеллект, участвуют в принятии каких-либо решений. К этому в США отношение намного более лояльное. Единственное, о чем они просят, это иметь возможность апеллировать такое решение, предложенное искусственным интеллектом. В Европе же разговоры про цифровой налог, про то, что нужно давать преференции и как-то защищать национальные бизнесы против глобальных бизнесов, это уже немножко другая риторика. Что здесь можно взять нам для России? Мы находимся в довольно уникальной позиции, потому что, с одной стороны, мы имеем доступ к работе с платформами тех же самых цифровых гигантов, с другой стороны, у нас всегда есть альтернативы. У нас есть свой ВК, у нас есть свой Яндекс, и, соответственно, у нас есть возможность защищать именно их. Но пока у регуляторов это не очень хорошо получается. Ну, надо сказать, что с принятием последних пакетов по поддержке IT-отрасли, конечно, эта ситуация выравнивается и улучшается. Но часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда российский регулятор, который может дотянуться до Яндекса и ВК, он их регулирует, а, например, до Фейсбука, Гугла и других компаний дотянуться напрямую не может, и поэтому регулирование такое опосредованное или неэффективное. Конечно, эту ситуацию нужно поменять и российским компаниям давать больше преференций и больше их защищать, скорее поддерживать, чем жестко регулировать. Мне кажется, что на это должен быть направлен сейчас наш законодательный процесс, потому что нам именно нашу уникальность нужно сохранить таким образом. Безусловно, антимонопольное регулирование и в области цифровых платформ, и в области платформ, которые создают занятость широкую, ну, там, классический пример такси, да, это необходимо, но, с другой стороны, не должно быть слишком жестким. Жизнь на таком суперсвободном рынке, она нам не очень близка, и, скорее, это должен быть мягко регулируемый рынок. А не считаете ли вы, вот, я так слышал, что сейчас недавно был принят кодекс этики в области искусственного интеллекта, не считаете ли вы это как бы попытка такого вести мягкое регулирование как противоположность жесткому государственному регулированию на уровне законодательства? Мне эта инициатива очень нравится, потому что до того, как сейчас приняли кодекс этики искусственного интеллекта, два года назад был принят кодекс этики работы с данными, и это инициатива и заслуга во многом нашей ассоциации и ее участников. Это был первый такой, я бы сказала, результат диалога тоже с государством, потому что были попытки, вы знаете, в легальном поле установить более жесткое регулирование в отношении именно больших данных, что нам кажется, было совершенно неправильно. Вообще правом регулировать технологии – это путь, мне кажется, тупиковый, потому что регулировать нужно не саму технологию, потому что она регулируется другими законами. Условно, законами физики, математики и компьютерных наук. А регулировать нужно, выстраивая систему защиты, и защита должна быть защитой слабой стороны. Ну и, возможно, регулировать отношения. Но мне кажется, что отношения у нас прекрасно регулируются гражданским законодательством и не требуют введения каких-то новых понятий в этой сфере. Мы отдельно поговорим про финтех и криптовалюты, это не относится к теме моего ответа сейчас. Но такие технологии, как большие данные или искусственный интеллект, их вправе регулировать не нужно, как технологии. Их, возможно, нужно регулировать в области технических стандартов, но здесь мы, как правило, движемся вместе со всем миром, что очень хорошо. Поэтому наши стандарты технологически соответствуют международным стандартам. И отходить от них не нужно. Нужно так и продолжать следовать. А кодексы были приняты для того, чтобы продемонстрировать, и кодекс этики работы с данными, и кодекс искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать ответственное отношение крупнейшего бизнеса к тому, что они делают и зачем. И это нужно даже скорее не как регулирование, а как популяризация технологий. И именно такую роль выполняет кодекс этики работы с данными. Потому что кроме кодекса у нас есть еще так называемая белая книга, где мы публикуем наиболее актуальные кейсы правильной работы с данными. Нам кажется это очень важным. И действительно, когда мы широко обсуждаем эти кейсы, оказывается, что многие компании или многие люди не знали о таких возможностях, не понимали, как решать проблему и так далее. То есть это такой обмен знаниями и данными. И я надеюсь, что в области искусственного интеллекта тоже будет такая белая книга лучших практик, где будут публиковаться позитивные примеры. Поэтому не знаю, вот отвечая на ваш вопрос с регулированием versus саморегулированием, это не совсем, нам не требуется простого прямого регулирования, и это не совсем саморегулирование. Это скорее самостоятельный ответ, принять на себя ответственность или дополнительных к законодательным ограничений для того, чтобы быть лучше и чтобы компаниям, которые в этом участвуют, клиенту больше доверяли. Анна, а скажите, пожалуйста, почему, к примеру, в тех же Соединенных Штатах крупные игроки области искусственного интеллекта, там, Google, Facebook, Microsoft, они не заключают такие кодексы этики, что не мешает им активно как бы развиваться? Да, вы знаете, я их спрашивала об этом, потому что меня тоже этот вопрос интересует. Я спрашивала и представителей Google, и представителей Microsoft, и они говорили, что мы принимаем такие кодексы на уровне корпорации, потому что нам кажется, что этого достаточно, и вот такой вот надкорпоративный консенсус у нас еще ни разу не получился, говорили мне о них. То есть мы лучше, наш бизнес лучше договаривается между собой, чем крупнейшие компании в Америке. А вам не кажется, что достаточно либеральное регулирование искусственного интеллекта и больших данных в США и в Китае, ну и в том числе в отношении обращения персональных данных, оно дает им некое конкурентное преимущество по сравнению с Россией, где у нас достаточно формально очень жестко, то есть те компании, которые оперируют в белом секторе, соответственно, они официально, формально подвергаются влиянию вот этих жестких правил, как вы сказали, регуляторы до них легко дотянуться, а вот тем не менее, есть серый рынок или черный рынок персональных данных, где любая персональная данная практически доступна за небольшую плату. То есть нет ли какого-то такого диссонанса, может быть, для цели развития технологии именно в области искусственного интеллекта и больших данных стоит как-то его либерализовать? Это законодательство о персональных данных? Я с вами полностью согласна. Более того, мы даже посчитали, что более современное регулирование в области больших данных принесет ВВП страны полтора процента. Наличие серого рынка и черного рынка мы, к сожалению, не можем посчитать в цифрах, потому что нам недоступны эти данные. Но я предполагаю, что именно обеление вот этих серых и черных потоков дает где-то прирост 30% от этой цифры. И, конечно, необходимо как можно скорее такое цивилизованное регулирование ввести. И это как раз возможность четкого разграничения персональных данных, которые мы защищаем, где мы спрашиваем согласие и так далее, обезличенных данных, которые не имеют риска деобезличивания или имеют минимальные риски деобезличивания, тогда мы начинаем больше работать с ними как с информацией и так далее. И плюс к этому необходимо проводить еще и разъяснительную работу, связанную с тем, что компании, которые обрабатывают большие данные, они же это делают не в ущерб интересам общества и граждан, они это делают для того, чтобы для общества и для граждан были более качественные сервисы, чтобы можно было четче определять, не знаю, пробки, прогноз погоды, предложение процентных ставок по депозитам или по ипотеке и так далее. То есть это практически реальные вещи, которые люди просто недополучают или получают не в том качестве из-за того, что регулирование не позволяет какие-то кейсы лучше делать. Вот, например, мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, чтобы доказать ваш тезис, есть у нас законодательство об экспериментальных правовых режимах. Мы запускаем кейс, который называется «Собственное дело». Он основан на объединении данных из различных источников, пересечении их и выдаче более качественного результата. А что является результатом в этом проекте у нас? Это бизнес-план и финансовый план для микро- и малого бизнеса. То есть предприниматель любой, если он хочет открыть, я не знаю, кофейню, он может не сам, он не может купить дорогой отчет, который делает там аудитор большой четверки, это слишком дорого. Вот, он находит локацию, приходит к нам, заводит данные, мы ему выдаем отчет не худшего качества. О проходимости? Обо всем. Там все финансовые параметры, средний чек, проходимость, интерес именно к этой группе товаров, именно в этой локации и так далее. И это трехлетний бизнес-план. То есть это то, что позволит людям зарабатывать, рассчитывать на отдачу от своего бизнеса и, собственно, не обанкротиться в первый год. Вы знаете, 80% стартапов обанкротятся в первый год. Это международная статистика. Это очень полезный сервис, потому что я слышал, читал много интервью рестораторов о том, как они тестируют. То есть они просто открывают, скажем, в станции метро и смотрят, пойдет, не пойдет. Да, вот они вот счетчики еще ставят, вот такие вот, как в самолете, знаете. Но есть намного более современные способы все это померить. А какие еще проекты тестируются в регуляторной песочнице, кроме моего дела? Ну, там есть несколько интересных проектов. Ну, во-первых, беспилотники тестируются. Мне кажется, это проект, который делает сам Яндекс. Вот. Есть несколько медицинских историй, связанных с постановкой диагноза и тоже с анализом данных, кстати. Телемедицина. Телемедицина. Но такая более продвинутая телемедицина, где идет еще и подготовка второго мнения для врача при онлайн-приеме. Вообще желающих довольно много протестировать именно то, что находится на стыке больших данных, искусственного интеллекта, ML-моделей, вот такой сферы. Ну, это в основном вот медицина, экология. Мы вот поддержка предпринимательству, беспилотный транспорт. Вот такого рода проекты. Анна, а какие еще, на ваш взгляд, препятствия есть в России для развития цифровой экономики, кроме, скажем, там, жесткого регулированного персонала данных? Знаете, все предпосылки развития можно так грубо поделить на политические и экономические. Вот если говорить о политических, то это законодательство, воля регуляторов двигаться в определенных направлениях и так далее. Здесь, наверное, нужно отметить, ну вот из близкой мне отрасли телекома, наверное, нужно как-то обеспечить доступность частот 5G, потому что иначе мы будем отставать от мировых трендов. Вот мы с вами в кулуарах говорили про производство микропроцессоров и не только рост возможностей производства, но и усиление компетенции, потому что здесь мы просто теряем лучших людей, потому что им становится неинтересно работать в России, их нужно удерживать даже не деньгами и какими-то другими материальными благами, а именно возможностью принимать участие в интересных проектах. И вот на это должно быть нацелена государственная поддержка, регуляторика и так далее. Вот, если говорить об экономических причинах, то, конечно, хотелось бы, чтобы рос средний уровень заработных плат у наших граждан, тогда бы они могли больше позволить себе различных сервисов, и это бы имело положительный эффект для всего технологичного бизнеса. Покупательная способность. Дед, помню, читал на Фейсбуке пост одного предпринимателя в области образования, техотехнологии, он всего прошел, почему же у нас рынок не расширяется. Ну, конечно, при средней зарплате 25 тысяч рублей, людям трудно откладывать на свое самообразование. Конечно, необходимый элемент для роста. Да, безусловно. То есть люди должны себе позволить иметь возможность делать эксперименты, иметь возможность учиться, какие-то новые знания, участвовать в сообществах. Это же тоже требует времени и, соответственно, требует какие-то финансовые подушки. Абсолютно с вами согласен. А вот вы упомянули разницу в регулировании между российскими и зарубежными компаниями. Закон о приземлении крупных технологических компаний западных с большим посещаемостью их сайтов в России. Думаете, поможет это в этом направлении? То, что все крупные компании должны открыть свои представительства? Ну, представительства почти все уже открыли. Наверное, кроме заблокированного Линкдина и вот насчет Фейсбука, я не уверена, все-таки открыли они. Ну, Линкдин сейчас куплен Майкрософтом, так что, в принципе, уже представлен. Да, да. Хоудингом. Да, да, да. Но по-прежнему почему-то заблокирован. Я думаю, что, наверное, какой-то административный диалог, наверное, будет возможен. По крайней мере, будет адрес, куда может прийти Роскомнадзор и донести свои пожелания или претензии, которые у них возникают. Но будет ли это глобально влиять на рынок? На мой взгляд, нет. Потому что административные барьеры, они вообще позитивно редко влияют на развитие рынка. С другой стороны, протекционизм в отношении российских компаний поможет. Покупать отечество, да? Да. Как говорит известный девиз. А вот вам не кажется, что это постепенное возрастающее количество штрафов в отношении крупных технологических гигантов, того же YouTube, Facebook и так далее, придет к тому, что они постепенно начнут вымываться с российского рынка? Ну, мне за них сложно говорить, но мы для всех этих гигантов никогда не являлись ключевым рынком. Думаю, не ошибусь, что скажу, что ни в одном из сервисов мы не превышаем где-то 3% в их выручке с 100% их глобального присутствия. Вот, соответственно, стратегическим рынком мы ни для кого из них не являемся, но при этом присутствие в нашей стране для них имиджево важно. Поэтому я думаю, что присутствовать будут, может быть, не будут развивать как-то опережающими темпами или делать какие-то локальные специальные предложения, как это делается на других рынках. Но вот если не будет жестких регуляторных запретов, то они сами не уйдут. Потому что, судя по всему, там нет такого идеологического решения, куда двигаться в этом направлении. Ну, я считаю, что любой способ жестких запретов – это плохо, и он, так или иначе, имеет обратную сторону. Ну да, я считаю, что важно соблюсти некий баланс общих интересов, чтобы не замедлить технологический прогресс в стране. А вот вы, как опытный связист, специалист в области телекома, можете сказать, я так понимаю, что Россия уже построила суверенный интернет, то есть, в принципе, оно может отключиться от внешнего мира? Мне об этом неизвестно, так скажем. Может ли оно отключиться от внешнего мира? Ну, насколько вы оцениваете, скажем, перспективы построения российского Рунета по модели китайского интернета, когда он полностью закрыт, скажем так, фаерволом? Китайский фаервол имеет большую историю. Плюс у них все-таки коммунистическое общество, политическая система у них, коммунизм. И это говорит о том, что у них есть возможность по-другому регулировать эти рынки. Мне кажется, в России такой возможности нет и быть не должно. Поэтому, мне кажется, ни технологически, ни политически закрывать пространство интернет, строить границы в пространстве интернет не стоит. Понятно. Чем больше конкуренции, тем больше. Конечно. Даже не вопрос конкуренции здесь. Вы знаете, это будет иметь очень большое психологическое давление на людей, которые считают себя современным поколением или современными поколениями. Потому что для них ограничение свободы, для нашего поколения ограничение свободы – это то, что мы помним. А для них это какой-то ужас ужасный. И они с этим мириться не готовы. Да. То есть это уже та жизнь, к которой они привыкли. Да. Они живут в свободном мире, и для них как-то перейти в несвободный мир – это будет очень больно. Но мы их потеряем как активное поколение тогда. Да. Мне кажется, наша страна не может этого себе позволить. Ну, я думаю, более того, это сильно ударит по цифровой экономике. Конечно. Да. Конечно. Ну, это же вопрос удержания талантов тоже. Потому что самые свободомыслящие, талантливые люди будут испытывать на себе это давление и будут принимать какие-то решения свои. Да. Ну, Firewall уже, он ведет к падению скорости. То есть падение скорости – это ведет к падению количества сервисов, которые ты можешь предложить и так далее. А как вы думаете, вы упомянули криптовалюты, почему Россия занимает такую консервативную позицию по отношению к криптовалютам и цифровым активам финансовым? Потому что сейчас в мире доминируют западные технологии, тот же SWIFT или MasterCard, Visa, сейчас у нас есть уже какие-то суверенные решения. У нас есть суверенные решения, но тем не менее… Они, кстати, тоже неплохо работают, НСПК, например. Нет, я согласен, СБП – это как бы инновационное решение. Но тем не менее, как вы думаете, может быть, если активнее развивать те же криптовалюты или цифровые финансовые активы, это может быть, поможет как-то? Я думаю, что с криптовалютами у нас тоже идеологическая проблема. Потому что наличие самостоятельной валюты – это признак государства. Суверенитета. Да. И, соответственно, вынуть такую краеугольную основу из-под идеологии государства – это очень трудно. Другое дело, что мы проигрываем, не замечая этот рынок, который существует. Я думаю, проигрываем. Я думаю, проигрываем существенно. Я думаю, что хотя бы заметить такого рода сущности необходимо и государству, и Центральному банку. Иначе мы получим опять черный нерегулируемый рынок, на котором будет происходить неизвестно что. То есть он будет непрозрачный ни для нашей налоговой системы, ни для нашей финансовой системы. Таким образом, даже управлять денежной массой будет трудно. Я недавно читал отчет ЦБ. Они оценивают объем операций ежегодной в России с криптовалетами в пределах 5 миллиардов долларов на основании опросов ведущих банков. Рынок есть, но фактически никак не регулируется. Это, по сути, черно-серый рынок. Это создает риски, мне кажется, для слабых сторон в том числе. Возвращаясь к тому же темнопольному регулированию, я читал DMA. Мне понравился подход европейцев в том плане того, что они относятся к большим технологическим компаниям как к гейткиперам, то есть к охранникам ворот в периоде, буквально переводить. И причем они считают, что владение большими данными является одним из признаков рыночной таксилы определенной игрока. То есть игрокам может быть небольшая рыночная, не доминирующая позиция, но если он имеет доступ к большим данным, это может ему позволять иметь гораздо большую рыночную силу, чем это соотносится с его долей. Мне кажется, что концепция гейткиперов, она скорее ближе к тому, что Европа хочет каким-то образом влиять на то, что делает тот же App Store и Google Play, потому что это реальный гейткипинг, когда ты можешь принять или не принять в свою среду что-то, и если ты принимаешь, то твои условия не обсуждаются. Вот это беспокоит намного больше, чем доступ именно к данным. Да, данные здесь являются скорее дополнительным value, что ли, но они не являются все-таки основой бизнеса. Основой бизнеса является допуск в экосистему. Кто-то же построил эти гейтс, и владелец этого гейта хочет, соответственно, зарабатывать. И, конечно, они нас научили смотреть на экономику по-другому, и то, что регуляторы сейчас… сколько лет модели App Store? 20… ну, около 20, так скажем. Вот. И то, что сейчас регуляторы пришли, это нормальное время, когда регулятор должен начать этим заниматься. Поэтому, действительно, на эти компании нужно смотреть особенно. Прямые метрики не работают, оценивать рынки нужно иначе, чем мы привыкли. По физическому присутствию, там, где-то на территории или в структуре доходов экономики это уже недостаточно. Но здесь, мне кажется, это решается в диалоге. Потому что козырь есть и у той, и у другой стороны, так скажем. Ведь не может ни одна европейская страна отказаться от этой экосистемы. Уже нет. Уже не может. Соответственно, нужно искать компромисс. Как-то находить баланс интересов, как мы сказали. Да. А, кстати, еще подробнее про вашего ассоциации. Кто из членов? Кто может стать членом вашего ассоциации? Ну, у нас сейчас 15 членов ассоциации. Это крупнейшие банки, телеком-операторы, практически весь, 100% рынка, Яндекс, Мэйл и Магнит. А если какой-то небольшой игрок, то им придется создавать какой-то отдельный? Небольшой игрок. Ну, мы также открыты к работе с небольшими игроками. Кстати, у нас есть в составе компания OneFactor, которая является специализированной компанией, которая занимается обработкой больших данных и алгоритмами. Более того, у нас есть разработана модель участия как не член ассоциации, а участника ассоциации. Это означает, что можно участвовать не во всех проектах. У нас 4 основных направления, в которых мы работаем. Это стратегический, то есть развитие рынка, технологический, то есть песочницы, все, что связано с моделями и технологическим регулированием. Конечно, правовой GR и PR. Вот такой участник, если он поменьше размером или у него нет интересов во всех этих полях деятельности, он может выбрать себе два направления из четырех. Соответственно, будет снижен ему взнос, который необходимо платить ежегодно, и он получит доступ ко всем коллегам и ко всем другим наработкам нашей ассоциации по выбранным направлениям. Также это возможность для диалога. Мы недавно запустили это направление, сейчас ведем переговоры с некоторыми потенциальными участниками. Это еще возможность достучаться до крупнейших игроков, потому что не всегда придешь в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк или в МТС, а через нашу ассоциацию по профильным вопросам можно с ними пообсуждать различные тематики. Ну да, вот в отношении, скажем так, получения информации из государственных источников все-таки хотелось, чтобы она досталась не только большим компаниям, но и одним-то небольшим. Да, да, мы для этого развиваем сообщество и стараемся много открытых делать выступлений на площадках, открываем наши отчеты, материалы. Ну и да, привлекаем. У нас, кстати, был очень успешный со Сколково, кстати, Сколково тоже является участником нашей ассоциации. У нас с ними был проект для стартапов, который назывался Data Explorer. Те стартапы, которые работают в области данных, но не очень хорошо понимают либо технологическую составляющую, либо юридическую составляющую. Мы давали для них менторов, помогали им развивать свои технологии, даже обсуждали их MVP, куда там им пойти и так далее. Очень интересный опыт, хороший отклик. Мы будем эту работу тоже продолжать. Но стартапов не хватает. У нас надо больше и больше стартапов. Товарищи ангелы, не забывайте инвестировать. Да, надо больше источников венчурного инвестирования. Для этого, видимо, надо создавать какие-то фонды фондов, чтобы выливали. Я думаю, что это все-таки инициатива нас с вами. Я лично инвестирую в стартапы и вас призываю, потому что оказывается, что наш опыт или возможности на рынке могут очень сильно продвинуть молодые команды для того, чтобы они четче формулировали свой продукт, понимали, кто их клиенты, какие у них каналы продаж и так далее. Мы, кстати, работаем в этом направлении. Мы запускаем раздел даже специально на нашем канале, на Admit of Life. Называется будет «Венчурное кафе». Специально посвященную венчурную инвестицию. Отлично. Да. Кстати, Анна хотела спросить, а как вы попали в телеком? Ну, меня пригласили. Можно сказать, я работала в юридической фирме, и там она обслуживала «Мегафон», и это был мой первый клиент в этой фирме. И, собственно, так я потихоньку попала внутрь. Познакомилась с Сергеем Владимировичем Солдатенковым. И через какое-то время он пригласил меня работать в «Мегафон». Вот. И мы с ним работали. Потом Иван Таврин был директором. Мы с ним тоже с удовольствием сотрудничали. Вы, чувствую, имеете один из богатейших опытов. 15 лет жизни отдана телекома. В области телекома. Это моя вечная любовь. У меня сейчас… Спасибо за интересную дискуссию о больших данных. У меня осталось еще несколько буквально экспресс-вопросов. Вы работаете… Но я вот еще вам про InLogic хочу рассказать. Я хотел спросить, что нового у компании InLogic? Мы встречались летом с генеральным директором Сергеем Переверезимым. Он нам рассказал очень много интересного про искусственный интеллект, про лиговых. Что новое, что изменилось с тех пор? Ну, у нас такая уже отличная линейка из четырех продуктов. X-Logic, Y-Logic, Z-Logic и U-Logic. Начинаем мы от распознавания финансовой первички и заканчиваем подготовкой сложных кейсов по ведению судебных дел. Все, что между этим, это и договорная работа, и работа по управлению обязательствами, все покрывается нашими продуктами. Что из интересного? Мы делаем очень интересный проект с ВТБ-лизингом сейчас. Я не могу раскрывать детали, конечно. Но у нас также есть несколько с крупными игроками уже таких зрелых проектов. И это выводит и наши продукты, и вообще понимание того, как нужно делать Legal Tech и финансовую поддержку операциям на более высокий уровень. Потому что мы пробовали разное, и сейчас вот мы видим прям... Ну и наши клиенты, надо сказать, тоже созрели. Благодаря, может быть, государственной риторике, большому количеству пиара темы искусственного интеллекта на нас все больше и больше обращают внимание. И, в общем, здесь мы, наверное, находимся в такой уникальной позиции, что не может не радовать меня. Отличные новости. А у вас есть какие-то планы на экспонсию зарубеж? Глобально, да. Вот в следующем году, наверное, еще нет. Потому что мы сейчас набрали много обязательств и больших контрактов, и нам нужно с ними справиться. Потому что все-таки наше с Сергеем имя на российском рынке важно. Нам важно выдержать качество, сроки. И мы постепенно готовим переход на английский язык наших систем. Потому что, так как мы работаем с семантикой, то мы очень сильно завязаны на структуре языка. На английский переходить проще. Короче. Да, да. Но он требует отдельной команды, выделенной. Мы вот сейчас ее собираем. Наверное, начнем с середины года уже готовить продукты на английском языке. Если коротко, какие основные, на ваш взгляд, препятствия для автоматизации деятельности правовых департаментов? Я думаю, это две вещи. Первое. Искусственный интеллект – это вероятностные модели. Все почему-то привыкли, что технология должна работать как выключатель. Включил – выключил. Ну, то есть сеть замкнулась, сеть разомкнулась. В искусственном интеллекте это не так. И не все это понимают. Это вероятностные модели. Соответственно, нужны этапы валидации, нужны этапы улучшения моделей. И тогда они смогут понимать уже тебя почти как человек. На старте это все-таки проценты качества, улучшения итерационной модели и так далее. И вот это вот такое вызывает иногда расстройство со стороны заказчиков. Вызывалось. Сейчас уже меньше, кстати. Сейчас уже практически нет. Но, тем не менее, нужно понимать, что это вот особенность технологии. И второе – это, людям кажется, другой экстрим того же заблуждения. Одним кажется, что все должно работать как часы. И неважно, какой сложности задачи, все равно должно отрабатывать на сто процентов. Второе – говорят, что роботы нас заменят, поэтому мы не будем брать и развивать технологические направления в нашем юридическом подразделении, потому что роботы будут умнее нас. Такой вудизм. Да, да. Вот. Но не то, не то, неверно. Сто процентов решается другими организационными мерами, и мы таких показателей добиваемся. А вот роботы не заменят нас в творческих задачах в ближайшие, наверное, пять точно, а может быть и десять лет. Поэтому, господа юристы, не волнуйтесь. Это только автоматизация рутинных процессов. Но, тем не менее, автоматизация уже приводится к сокращению юристов. В некоторых местах уже достаточно значительно. Как вы думаете, когда можно будет сокращать количество юридических вузов в России? Количество юридических вузов, я думаю, нужно увеличивать. Более того, в юридических вузах нужно вводить новые и новые специальности. У нас, во-первых, работа legal tech, безусловно, конечно. Второе, мы сильно отстали в нашей регуляторике от многообразия регулирования IP в мире. Вот я сейчас занимаюсь, работая с международными консорциумами, например, есть такой консорциум RISC-V, который разрабатывает открытую архитектуру микропроцессоров. И у них есть направление IP, так как много доноров в технологию, с одной стороны. С другой стороны, это открытая технология, и ей нужно управлять. С третьей стороны, существуют патентные тролли, от которых нужно защищаться. Это такой снежный ком, который мы пока глубоко так не рассматриваем. Это новый вид вообще правоотношений в области лицензирования, совместно разрабатываемого программного обеспечения, я бы так сказал, в открытых сообществах. И этому нужно учить людей, там очень много специфики, и у нас практически нет такой специализации сейчас. Интересное замечание, у нас был один из эфиров, посвященный интеллектуальной собственности недавно, с Алексеем Ивановым. Еще у нас был эфир с одним технологическим предпринимателем, он рассказывал, как он едва отбился, сушуя от такого патентного тролля. Да. Ну что ж, у нас была очень интересная дискуссия. Из решения хотел спросить наш традиционный вопрос. Анна, можете сказать что-нибудь про женское лидерство? Можете посоветовать молодым девушкам, женщинам, которые строят свою карьеру в юриспруденции? Как стать лидером? Что для этого необходимо? Ну, мне кажется, что чтобы стать лидером, нужно в первую очередь почувствовать себя лидером, а с другой стороны донести это для людей. У женщин это иногда получается даже лучше, чем у мужчин, потому что женщины привыкли действовать мягко, а не жестко. и, конечно, чтобы быть лидером, нужно уметь доверять людям, с которыми ты работаешь. Опираться на команду – это, наверное, первое правило лидера. Один в поле не воин, существует в мире… мир все усложняется, и существует такое количество нюансов, которые ты лично можешь не знать или недооценить. И здесь, конечно, важна команда. И команда должна знать, что ты лидер. Надо сделать так, чтобы члены твоей команды знали, что ты лидер и почему. Да, навыки командной работы сейчас очень важны. Так что на этом я хотел завершить нашу дискуссию и поблагодарить Анну Серебренникову, президента Ассоциации Больших Данных, за очень интересную дискуссию. Надеюсь, что мы еще увидим Анну в нашей студии в будущем. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.